В Тверских загородных муниципальных лагерях продолжают отдыхать школьники. Близится к концу уже вторая смена. Программа пребывания традиционно включает в себя множество мероприятий, спортивных и познавательных. Как отдыхают дети, расскажем в нашем сюжете. Волейбол, пинг-понг, йога и даже алтимат. В детских оздоровительных лагерях «Романтик и дружба» день распланирован по минутам. Все нравится. Очень необычные вожатые, непростые какие-нибудь люди из многоэтажек. У нас есть люди, которые занимаются пинг-понгом много лет, футболом, баскетболом, танцор, есть художники даже. Всегда придумывают какие-то интересные мероприятия, квесты разные. Я здесь третий год, и мне здесь очень нравится, здесь прикольно. Всегда почти светит солнышко. Чтобы отдых проходил весело и интересно, на территории муниципальных лагерей «Дружба и романтик» в этом году были построены вот такие просторные беседки. Здесь можно заняться любимым делом, спрятаться от дождя или солнца. В одной из беседок у нас занятие йогой, там же проходят вечерние свечки. В другой беседке мы ее используем как творческую мастерскую для художников. А третья беседка используется как музыкальная площадка и как вечерняя площадка для разговоров о важном. Мы очень счастливы, что у нас появились эти беседки. И детям это очень нравится. Жизнь в родниках тоже бьет ключом. Палаточный лагерь имеет свою особую атмосферу. Изучение основ туризма, сон в спальнем мешке, вязка узлов, забота об окружающем мире. В сочетании с музыкой, закатами и отрядными свечками воспоминаний хватает на целый год. Эмоции захлестывают, и ребята возвращаются, чтобы пережить их вновь. Мне вот эта тема туризма очень нравится. И кемпинга, то есть в палатках, спальнем шелка, рюкзак собирать. Вот это тоже. Вот зарядка, вот прям самая классная, потому что она прям музыка и танцы, и разминка. И после прошлого дня, ну то есть бодрит, очень правда бодрит. После тихого часа у нас кадриль. Вот кадриль, это тоже, после тихого часа, после сна, это бомбически просто. Мне это очень нравится. Я когда научился еще танцевать, то мне это прям запало в душ. Вторая смена – это 80 детей. Живут в палатках, их 24, для отдыха есть все необходимое. Сантехнический модуль, горячая вода, видеонаблюдение. Такой отдых дисциплинируют. Учат относиться к природе бережно и формируют традиции, которые передаются из смены в смену 25 лет. Ну вот, допустим, на костровое место есть, где мы по вечерам, у нас есть определенное время, мы где-то час сидим у импровизированного костра. Отряды рассказывают про то, как у них прошел день. Это у нас такая новая традиция. То есть выделяется человек, он говорит пожелание на следующий день, чтобы хотел отряд, что понравилось в этом, и свое общее впечатление. И дальше у нас от отряда песня. У нас смена спортивная, называется она Лига олимпийцев. Вчера был музыкально-поэтический вечер, посвященный спорту. В ближайшие выходные в восьми муниципальных загородных лагерях завершается вторая смена. 15 июля начнется заезд детей на следующую, третью смену. В Твери в этом году работают все виды лагерей для детей. И загородные лагеря, и лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха. В загородных лагерях отдохнуло 1640 детей. Всего планируется в загородных лагерях для отдыха предоставить места для 6000 детей. В преддверии летнего сезона во всех загородных лагерях прошли ремонтные работы. В ряде корпусов починили кровлю и заменили окна. По запросу директоров учреждения установили спортплощадки, беседки, сантехнические модули. Где было необходимо, появились новые видеокамеры. Была модернизирована система уличного освещения.